Ненормальных людей среди нас очень много, но, к сожалению, такого диагноза не существует. Понятия ненормальности определяют люди относительно себя, относительно своего понятия о нормальности, но, кстати, вообще этические нормы нигде не прописаны, поэтому любого человека нужно назвать ненормальным или ненормальным, поэтому имеет право такие вещи называть и говорить только судебная экспертиза или психиатр. Если человек чем-то от меня отличается, то я буду считать его ненормальным. Если он как-то одевается вычурно или нелепо одевается, если этот человек замкнутый, если в этой семье какие-то другие обычаи, то я тоже буду считать, что это ненормально. Однако в этой среде это считается нормальным. Безумие психиатрии проявляется четкими симптомами шизофрении, которые обозначены по МКБ-10. Это галлюциноз, это бредовая интерпретация событий, это психопатоподобное поведение и другие симптомы. Вот что такое безумие в самом представлении научно, в научном представлении. Безумство может быть разовым, да, и поэтому существует в психиатрии понятие шизофреноподобное состояние. Ну об этом, конечно, спорит весь мир, откуда оно берется. И на этот вопрос нам с вами очень трудно ответить. Одно известно, на сегодня известно одно, что изменилась и структура заболевания. Изменился возраст заболевающих. Существенно помолодели психические заболевания. К сожалению, сейчас дети страдают совершенно серьезной патологией, с которой мы не встречались раньше. Но я думаю, все равно первое, первое приоритетное место остается генетики. Да, но мне кажется, они внешне, они выглядят абсолютно благообразно, они ничем от нас не отличаются. Но если рядом существует какой-то фактор, который их раздражает, то, конечно, они показывают свое поведение, что вызывает негодование у окружающих. Например, он может без церемонно взять то, что ему нравится, у близлежащего человека в сумке, например. Они могут кричать, выкрикивать какие-то звуки, они могут прыгать и совершать однообразные движения. Это привлекает к себе внимание, негодование. Ну и делают замечания часто таким мамам, родителям. Мамы обижаются. В городах болеют чаще. Но тоже это зависит от структуры заболеваемости. Потому что, допустим, для населения, для сельского населения характерно больше умственная отсталость, задержка психического развития, характерны неврозы, характерны психопатоподобные поведения. А для города немножко другая схема, поскольку мы больше урбанизированы, поскольку у нас совсем другой образ жизни. У нас, мы больше работаем на компьютерах, наши дети также больше привязаны к компьютерам. И это зависит от структуры заболевания. Психосоматика, конечно, существует, безусловно, и мы с ней очень-очень-очень часто встречаемся. Поскольку существует такое понятие, что все болезни от нервов. Это высказывание мы знаем все. И поэтому любое соматическое заболевание связывается с состоянием психики у человека. Заболевание как меняет психику человека, так и от личности человека зависит его заболеваемость, заболеваемость. Например, истероиды часто болеют воспалительными заболеваниями, личность истероидная. Например, меланхолики, например, часто имеют другие соматические заболевания. Это взаимосвязано, но сейчас это целая индустрия и целая наука отдельная. Поэтому мы успешно пользуемся психотерапией. Все это зависит от структуры заболевания. Во-вторых, конечно, к сожалению, население у нас так устроено, что сначала мы пробуем какие-то другие методы, и психиатры на этой лестнице оказываются последними. И наши препараты в том числе тоже. Поэтому все-таки существует международная классификация болезни. Все, что стоит под буквой «Ф», лечит психиатр. Сюда относится НРС, например, в том числе. Поэтому если у вашего ребенка НРС, то должен это лечить психиатр. Не невропатолог, не уролог, а только психиатр. Вот таким образом. К сожалению, конечно, если такое заболевание встречается, то родители в последнюю очередь идут к психиатрам. К сожалению, чаще всего психическими заболеваниями страдают мальчики. В этой структуре мальчиков гораздо больше. Среди аутистов детей девочки крайне редко болеют, но болеют. В основном мальчики страдают. А среди, опять же, поведенческих расстройств – это тоже мальчики. Клитический возраст все-таки подростковый возраст. Подростковый и ранний пубертат идет. Но и юношеский возраст – 18-19 лет. Вот в таком плане. Если вы считаете, что у вас все было в порядке, если ваш ребенок был добрым, веселым, общительным, и вдруг он стал замкнутым, вдруг он перестал одевать цветную одежду, стал одевать черную кофточку и закрывать лицо капюшоном, это очень тревожный признак. Посмотрите, что ваш ребенок рисует. Рисунки часто говорят о патологии, душевной патологии ребенка. Психолог и психиатр обязательно разберутся в этом. Важно, с кем он общается, что он говорит. Важно, как он ест сейчас, не отказывается ли он от еды. Как он спит. Рано засыпает, не рано засыпает. Важна даже поза. Если ваш ребенок прячется под одеяло с головой, то это тоже тревожный признак. Сворачивается калачиком. Обо всем этом можно спросить у специалиста. Можно сначала у психолога, то есть у педагога. Они обязательно протестируют ребенка, посмотрят, что с ним делать. Высказывание ребенка. Не изменилась ли его игра, его интересы. Но опять же, вот компьютер. Нужно внимательно смотреть, чем занимается ребенок. Какие у него сейчас интересы и какое у него окружение. Что он делает. Какие он задает вам вопросы. Если вашему ребенку 5 лет, то он должен играть в игры, соответствующие ребенку 5 лет. Если вашему ребенку 5 лет, и он интересуется взрослыми играми, и он достиг уже тех знаний, которые имеет ребенок 14 лет, не стоит радоваться. Это так же плохо, как и то, что ребенок отстает в развитии. Преждевременное развитие тоже ведет к болезненным состояниям, психическим заболеваниям у ребенка. Поэтому нужно контролировать развитие ребенка. Нужно контролировать нормальное развитие ребенка. Как задержка развития ребенка, так и его опережение — это патология. Бытует мнение, что наши препараты превращают личность в растение. К сожалению, это не так. В растение превращает сам процесс психиатрический, психопатологический процесс. То есть если вы больному не будете давать эти препараты, то вот эта деградация личности, она наступит гораздо раньше. Вовремя начать лечение — это тоже очень-очень правильно. Поэтому к нам чаще всего приходят уже запущенные случаи. Если говорить в случае об аутизме, например, то обращаются родители с жалобами, что их ребенок не разговаривает. То есть это первая жалоба в возрасте уже 4-5, иногда 7 лет. А симптомы-то ведь существовали гораздо раньше, но как и везде, как и всегда, уговаривали родители, близкие, что это не так страшно, ничего плохого в этом нет. Заговорить, подождите, походите в садик, подумайте. То есть к нам попадают уже на той стадии, когда нужно решать какие-то учебные процессы, либо попасть в центр для того, чтобы поправить речевое развитие ребенка. Но причина совсем другая. Нужно приходить вовремя. Если вам встречаются такие люди, во-первых, нужно его воспринимать как больного человека, а не как психобольного, не как дочка, не как ненормального человека. Вы можете от него держаться подальше, но все-таки нужно помнить о том, что это больной человек, он, прежде всего, нуждается в помощи. Поэтому хотя бы толерантность должна какая-то быть выработала у населения, чтобы этого человека хотя бы не обидеть. Вот хотя бы не обидеть. Вообще-то, если вы видите, что это пожилой человек, и он как-то выглядит нелепо, если он зимой идет раздетый, то постарайтесь помочь ему вернуться в семью, прежде всего. Ведь мы же помогаем людям, которым сердечный приступ, мы вызываем скорую, так и здесь. Просто нужна медицинская помощь, или уже тогда помощь внутренней УВД, помощь полиции, для того, чтобы вернуть этих людей в семью. Вот и все. Чаще всего они попадают на улицу в состоянии психоза. И явно нужна помощь. Это общепринятые понятия. Да, весной, осенью, да, их больше. Да, наплыв какой-то идет. Я думаю, летом они каким-то образом себя все-таки занимают. Это дача. А вот это вот самый сложный период межсезонья, когда уже и не лето, и не зима. Еще и не зима. Зимой тоже каким-то образом они определяются. Холод заставляет их держаться как-то поближе к теплу, как-то дома. А вот только весна, только тепло, и они выходят на улицу. Структура заболевания и уровень заболеваемости в первую очередь зависит от личности. Насколько личность стойко переносит трудности, насколько она адаптивна в трудностях. Потому как мы постоянно находимся в состоянии стресса. И как мы умеем выходить из любой ситуации. И как мы умеем моделировать свое поведение в любой ситуации, приводит нас к заболеванию или к психическому здоровью. Таким образом. Поэтому, конечно, спорт, конечно, творчество, конечно, диета, конечно, отношения. Я могу дать такой совет, что каждый себе обязательно должен ежедневно сделать три подарка. Обязательно. В психиатрии любые подарки, любые. Просто когда ложишься спать, обязательно подумай, я успел себе сделать сегодня три подарка или нет. Я похвалил себя. Поэтому обязательно любить себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!